Итак, наша сегодняшняя тема Как открыть черную дыру? Дело в том, что черные дыры, будучи безусловно очень интересными астрофизическими объектами, объекты труднонаблюдаемые. Труднонаблюдаемые настолько, что, вообще говоря, мы продолжаем использовать термин кандидата в черные дыры. Часто происходит так, что в начале какой-нибудь лекции, презентации говорится эта скроментальная фраза, что у нас нет однозначных супернадежных доказательств существования горизонта у тех объектов, которые похожи на черные дыры. Соответственно, мы говорим о кандидатах в черные дыры, но, и я про это еще немножко поговорю, мы считаем, что эта гипотеза наиболее хорошая, и поэтому в дальнейшем не будем добавлять каждый раз слово кандидат, а будем говорить именно о черных дырах. Так вот, увидеть черную дыру непросто, и мы с вами поговорим, какие же существуют наблюдения, которые все-таки позволяют что-то об этих объектах узнавать. Ну, начнем мы, собственно, с вопроса, что такое черная дыра. И здесь уже у нас возникает два варианта ответа. Один ответ, я называю его ответ для физика. Черная дыра – это объект, обладающий определенными внутренними свойствами. То есть, в первую очередь, мы говорим о существовании горизонта. Черная дыра – это такая область пространства, ограниченная поверхностью, которую мы называем горизонт событий. Соответственно, внутрь вы попасть можете, а наружу попасть не можете. Это принципиально невозможно. Внутри у черной дыры может быть много всего интересного, может быть сингулярность. Мы не знаем это с точки зрения наблюдения эксперимента. Мы можем взять какую-нибудь физическую теорию и посчитать, если она позволяет это сделать, что происходит в недрах черной дыры. Ну, естественно, у нас нет окончательной уверенности, что какая-то из этих многочисленных теорий, классическая общая теория относительности, или теория струн, или петлевая квантовая гравитация, или еще что-то, верно описывают недра черных дыр. Соответственно, вот с этой точки зрения, с физической точки зрения, доказать, что те объекты, которые мы наблюдаем, это действительно черная дыра, очень трудно. Поэтому есть второй вариант ответа – это, что такое черная дыра для астронома, для астрофизика. Астрономия – наука наблюдательная, и, соответственно, для астронома черная дыра – это такой объект, который обладает определенными внешними проявлениями. Черная дыра очень компактна. Это самый маленький объект при данной массе, или самый массивный при данном размере. Это первое, что их выделяет. И второе – это вот то самое отсутствие поверхности. У нас есть горизонт событий, но нет поверхности. И это принципиальная разница, потому что о горизонт событий нельзя удариться, то есть нельзя выделить энергию при контакте с горизонтом. Горизонт событий нельзя нагреть сам по себе. И это позволяет в наблюдаемых объектах приходить к выводу о том, что у них не видно проявлений поверхности, и тогда такой объект может стать кандидатом в черная дыра. В астрономии обсуждают четыре основных типа черных дыр. Два из них, я бы сказал, реально наблюдаются, но со всеми теми оговорками про кандидатство. Это черные дыры звездных масс. В неком смысле самые привычные, столь всем привычные с детства черные дыры, которые образуются из ядер массивных звезд в конце их эволюционного пути, когда заканчиваются термоядерные реакции, гравитация побеждает, ядро начинает схлопываться, и этот коллапс может пойти до конца, до образования черной дыры. Соответственно, возникают черные дыры звездных масс. Второй тип наблюдаемых черных дыр, или... Я продолжаю иногда делать оговорки. Или второй тип очень хороших кандидатов в черные дыры, это сверхмассивные черные дыры. Их мы наблюдаем в центрах галактик, про них тоже будем говорить. Наконец, есть два гипотетических типа черных дыр. Во-первых, это черные дыры промежуточных масс. Промежуточные между чем и чем? Между звездными и сверхмассивными. У нас есть один канал образования черных дыр, коллапс, ядра звезды. И так, в современной обстановке, в нашей галактике сейчас, можно дойти, но при большом желании, почти до 100 масс Солнца, до десятков масс Солнца. И сверхмассивные черные дыры в центрах галактик, они могут быть более массивными, до десятков миллиардов масс Солнца, могут быть менее массивными. Но, тем не менее, это массы хотя бы порядка тысяч масс Солнца. То есть сразу напрямую из известных нам сейчас существующих звезд такое не сделаешь. Но есть объекты, в которых, кажется, находятся черные дыры с массой 100, 200, 300 масс Солнца. И, соответственно, их называют промежуточными. Да, вдобавок, они не находятся в центрах галактик. Поэтому есть предположение о том, что существует еще один дополнительный класс. Его мы сегодня касаться практически не будем. И, наконец, есть первичные черные дыры. Как вы знаете, наша Вселенная расширяется. Это очень надежно установленный факт, в который, собственно, никакому уже обсуждению не подлежит. Можно обсуждать детали, с каким темпом расширяется Вселенная, как этот там менялся со временем. Все это является предметом исследования. Но мы живем в расширяющейся Вселенной. Соответственно, молодая Вселенная была более плотной и горячей. И примерно в первую секунду жизни Вселенной условия были таковы, что какие-то области, где плотность вещества была немножко больше средней, могли коллапсировать черные дыры. И вот на этом очень раннем этапе существования нашей Вселенной могли образовываться черные дыры. самых разных масс. От очень легких до примерно 100 тысяч масс Солнца. Но это опять-таки является параметром модели. И в разных сценариях эволюции Вселенной немножко разные получаются ответы. Но вот эти первичные черные дыры, они выделяются многими характеристиками. Во-первых, они не связаны ни с современными звездами, ни с центральными частями галактик. То есть они где угодно могут быть, по большому счету. Во-вторых, их массы покрывают очень широкий диапазон. В-третьих, их может быть реально очень много. То есть в штуках их может быть гораздо больше, чем черных дыр звездных, масс сверхмассивных, промежуточных вместе взятых. Поэтому это очень интересный тип объектов. И в самом конце мы о нем немножко поговорим. Итак, черные дыры компактные. То есть они маленькие, массивные. И сами по себе темные. То есть действительно черные. Размер черной дыры непосредственно связан с ее массой. То есть радиус можно посчитать по такой очень простой формуле. При массе равной массе Солнца радиус равен примерно 3 километрам. 2,95, кого интересует большая точность. И, соответственно, чем массивнее черная дыра, тем больше ее размер и пропорциональность простая и линейная. В отличие, например, от того, что мы видим вокруг. Ясно, что двухлитровая бутылка с газированной водой не в два раза больше литровой бутылки, потому что у вас сохраняется плотность. У вас в объекте налита жидкость одной и той же плотности. А у черных дыр это не так. Радиус прямо пропорциональный массе. И поэтому средняя плотность, которую можно формально определить, будет меньше у более массивных черных дыр. Значит, с маленькими массивными разобрались. Темные. Темные, повторюсь, потому что, если вы просто берете какой-то объект, вот нарисован кирпич, например, вы берете объект, кидаете его в черную дыру, и он падает в черную дыру без стука, без всплеска, без звука. Просто взял и упал. Никакого энерговыделения не произошло. Всю энергию, которая была у этого кирпича, связанной с массой покоя, с его температурой, все это он нес под горизонт, и все это добавилось в массу черной дыры. Но никакого энерговыделения при таком простом падении кирпича на черную дыру, в общем-то, не произошло. И именно вот это обстоятельство, то, что сами они не излучают, потому что нет поверхности, грубо говоря, не о чему излучать, и падающее вещество тоже может, но это необязательно, нести всю энергию под горизонт, наблюдать их довольно трудно. Но трудно не означать невозможно. Есть большое количество кандидатов в черные дыры. Наверное, самая надежная черная дыра на сегодняшний день, это черная дыра в центре нашей галактики. Это сверхмассивная черная дыра. У нее масса примерно 4 миллиона масс Солнца. Мы очень хорошо знаем, где она находится. С этим объектом связан источник, который виден и в радиодиапазоне, и в рентгеновском диапазоне, и в инфракрасном диапазоне. И самое главное, мы видим, как звезды вращаются вокруг этого массивного объекта. И по движению звезд мы можем определить массу. Поскольку черная дыра массой обладает, соответственно, есть гравитационное поле. И если у нас есть вот такой массивный объект, 4 миллиона масс Солнца, в своей окрестности он, конечно же, управляет движением звезд. В своей относительно небольшой точки зрения размеров галактики окрестности. Но, тем не менее, управляет. И поэтому звезды в центре галактики двигаются в первую очередь в гравитационном поле этой самой черной дыры. И, соответственно, мы можем определить массу. Для черной дыры в центре галактики можно измерять всякие красивые эффекты, связанные с общей теорией относительностью. Ну и поэтому это такая самая хорошо изученная черная дыра. То есть она, с одной стороны, достаточно близкая, находится в нашей галактике. Другие известные черные дыры в нашей галактике имеют звездные массы. То есть они в среднем в миллион раз легче. Есть черные дыры гораздо более массивные. Скажем, не 4 миллиона, а 4 миллиарда масс Солнца. Но они находятся далеко, на расстоянии от миллиона световых лет. Или даже сотни миллионов световых лет. И их изучать поэтому труднее. Мы, по всей видимости, буквально в последние годы видим процесс образования черных дыр звездных масс. Чем этот процесс характерен? Смотрите, когда у нас звезда, массивная звезда, закончила свой жизненный путь, ее ядро начинает схлопываться, то, возможно, два основных варианта. Первое. Вот это схлопывание остановится на какое-то время и выделится большая энергия. Откуда она возьмется? Вот из кинетической, по сути, энергии падающего вещества. Эта энергия выделяется и, соответственно, может произойти взрыв сверхновый. Мы можем увидеть яркую вспышку. В результате взрыва сверхновый чаще всего образуются нейтронные звезды. Но, вообще говоря, коллапс ядра может продолжиться после этой остановки. И, соответственно, может образоваться черная дыра. Но иногда коллапс ядра звезды идет сразу до конца. Черная дыра образуется сразу. Никакой остановки не происходит. И поэтому звезда, ну, по сути, просто исчезает. На самом деле, внешние слои звезды остаются на месте. Но ее энерговыделение связано с тем, что происходит в недрах. И поэтому, если ядро звезды сколлапсировало и осталась внешняя оболочка, то блеск звезды начинает быстро падать. Это трудно заметить, если вы находитесь далеко и не знаете, куда смотреть. Вспышку сверхновой обнаружить относительно легко. Какое-то яркое событие. Звездочка загорается почти как небольшая галактика. И поэтому это, конечно, легко обнаружить на небе. И сейчас есть много проектов, которые занимаются целенаправленным поиском сверхновых по всему небу. А вот если просто в далекой-далекой галактике, и вы не знаете, в какой исчезла одна из звезд, это заметить трудно. Но вот относительно недавно это начали все-таки обнаруживать. У меня на слайдах иногда будут такие странные номера, вот как здесь, 1507.05823. Это номер статьи, которая находится в открытом доступе на сайте Archive.org. Ну и, соответственно, если вас вдруг интересуют детали, статьи, естественно, все на английском языке, то вы можете по этому номеру статью обнаружить. Повторюсь, она в открытом доступе. Обычно, если вначале вы не знаете, на какой сайт заходить, достаточно где-нибудь в гугле вбить этот номер, он вас выведет сразу на статью. Ну вот, 1507, это июль 2015 года. Соответственно, в июле 2015 года впервые была опубликована статья, где было показано, что одна из звезд исчезла. То есть люди обработали огромное количество снимков, сделанных в первую очередь телескопом Хаббла. Вот в левом верхнем углу каждого изображения, видите, HST, это Хаббл Space Telescope. И было обнаружено, что вот звездочка в далекой галактике, она есть на снимке 2005 года, есть на снимке 2006 года. На снимке 2013 года она гораздо более блеклая, то есть она фактически начала исчезать. Анализ показал, что это вряд ли можно связать с каким-то типом переменности звезды. И самое лучшее объяснение это коллапс ядра, никакой вспышки сверхновой не наблюдалось. Соответственно, мы по всей видимости в данном случае имеем дело с образованием черной дыры звездной массы. Итак, у нас есть наблюдательные свидетельства в пользу того, что есть сфер-массивные черные дыры и образуются одиночные черные дыры звездных масс. Возникает вопрос, как же их обнаружить, если они вот такие темные, компактные, совсем незаметные. Есть два основных пути для того, чтобы обнаружить одиночную черную дыру и оба называются красивыми словами. Первое слово акреция, второе слово микролинзирование. Ну вот буквально пару слов я скажу про акрецию. Пару слов, потому что этот способ пока не заработал. Идея очень простая. Смотрите, мы не видим саму черную дыру, мы видим процессы, происходящие вокруг, процессы, происходящие над горизонтом. И если я просто аккуратно возьму камушек и брошу в черную дыру, то никакого энерговделения не будет. Но я могу бросить два камушка таким образом, что они разогнавшись до больших скоростей, до околосветовых скоростей в гравитационном поле черной дыры столкнутся над горизонтом. И тогда, конечно, в результате этого столкновения выделится много энергии. И вот это энерговыделение можно заметить. Ну, отдельные камушки летают, конечно, в космосе, но такое наблюдать с большого расстояния трудно. Нас интересует процесс, когда на черную дыру начинает течь довольно много газа. Этот газ может закручиваться в диск, например, вокруг черной дыры. Взаимодействие частиц газа друг с другом по сути трения будет приводить к нагреву. И мы можем увидеть источник. Дальше мы будем говорить про аккрецию, вот это падение вещества в гравитационном поле в двойных системах. Там ясно, откуда берется вещество со второй звезды. Если же черная дыра у нас одиночная, то единственным источником вещества может быть межзвездная среда. Мы иногда, ну, мы астрономы, наверное, нет. Люди иногда говорят, что космос пустой, потому что он пустой в том смысле, что дышать там тяжело. Но вообще говоря, в космосе есть вещество, есть межзвездная среда. И, например, если вы решите построить звездолет и куда-нибудь на нем полететь, это будет для вас серьезная проблема. Вы будете лететь не сквозь пустоту, вы будете лететь сквозь межзвездный газ. Эти частички газа, частички пыли будут постоянно сталкиваться с вашим звездолетом. Если у вас скорость там 10, 20, 30 процентов от скорости света, это доставит вам очень много проблем. Так вот, межзвездная среда не пустая, есть более плотные области. И слева на картинке вы видите именно такую область. Вот эта черная блямба, это не место, где нет звезд, а это темное облако, которое закрыло свет более далеких звезд. Соответственно, если наша черная дыра влетает в такое облако, то вещества вокруг много, она может начать аккрецировать на черную дыру, и мы можем увидеть источник. Источник, ну такой, не очень слабый, не очень яркий, пока, к сожалению, такие источники обнаружить не удалось. Темных туманностей, ну и вообще скоплений газа и пыли много. Вот в середине известная туманность Конская голова. здесь как раз очень хорошо убедительно видно, что это не какой-то там провал, не отсутствие вещества, а наоборот, темное облако, просто темное мы видим на фоне яйца. Но вот, несмотря на то, что начиная с самого начала 70-х годов, то есть уже полвека, начиная с работы Виктория Шварцмана, которого вы видите на стенке справа, люди обсуждают гипотезу креции вещества межзвездной среды на одиночные черные дыры, пока такие источники обнаружить не удалось. Так что этот способ есть, но пока не заработал. Зато работает другой способ наблюдения одиночных черных дыров. Это микролинзирование. Гравитационное микролинзирование. Мы знаем, что все тела искажают пространство время вокруг себя. Для нас сейчас важно искажение пространства. Все тела имеют массу. Масса имеет один знак, то есть гравитация в этом смысле не похожа на электричество, нет плюсов и минусов. Поэтому все тела искажают пространство качественно одинаковым образом. Кто-то больше, кто-то меньше. Это зависит от массы, от компактности. Но все искажают одинаковым образом таким, что тело начинает работать почти как, но не точно как, собирающие линзы. Отличие заключается в том, что нет одного фокуса. Но действительно, если у нас есть далекий источник, вот слева звездочка нарисован, есть далекий источник, есть наблюдатель, он справа нарисован, вот этот довольный смайлик, это астроном-наблюдатель, он наблюдает эту далекую звезду и просто измеряет ее блеск, больше ничего не делает. Измеряет блеск этой звезды и между звездой и наблюдателем пролетает массивный объект, например, звезда или планета, или черная дыра, то этот объект искажает пространство вокруг себя таким образом, что он начинает собирать свет. и когда он оказывается точно на луче зрения между наблюдателем и далеким источником, то вот этот эффект собирания света становится максимальным. То есть объект, пролетая между наблюдателем и звездой, приводит к тому, что блеск звезды вначале постепенно растет, достигает максимума и потом симметрично также постепенно начинает спадать. Сама идея того, что это может происходить, появилась сразу после появления общей теории относительности, по всей видимости, Хвольсом в Петербурге написал первую статью по этому поводу. Эйнштейн тоже занимался этой проблемой, есть известная статья 1930 года у Эйнштейна по микролинзированию, но люди пришли к выводу, и это довольно легко вообще можно оценить, что вероятность такого события мала, но действительно нужно, чтобы прямо-прямо между нами далекою звездой пролетело другое массивное тело. Бог с ними с черными дырами даже, пусть это другая звезда гораздо больше, все равно, если вы смотрите на какую-то звездочку, то увидеть микролинзирование вы сможете примерно один раз в несколько сотен тысяч лет, то есть ждать нужно долго, это очень плохая тема для диплома, например, или для гидатской диссертации, и поэтому люди в 30-е годы все это забросили, а потом появились ПЗС-матрицы, которые, как вы знаете, характеризуются мегапикселями, то есть там есть миллионы светочувствительных элементов, и если вы смотрите на плотное скопление звезд, то вы сразу можете отслеживать блеск сотен тысяч звезд, и тогда вы за год можете обнаружить события, но если вы в свою выборку включаете несколько таких областей и следите за блеском миллионов звезд, то вы можете много раз в год начать видеть события микролинзирования, и в 90-е годы это заработало, в частности люди начали обнаруживать вот какие события. Это реальная картинка, вот внизу видно, как растет блеск звезды, вот он достигает максимума, симметрично спадает. Легко сообразить, что при прочих равных, чем массивнее вот эта линза гравитационная, это тело, пролетевшее между нами далекой звездой, чем оно массивнее, тем дольше будет длиться линзирование, потому что это тело искажает пространство, заметно искажает пространство в большой области вокруг себя. Соответственно, по длительности события мы можем примерно оценить массу линзы. На самом деле там все немножко более хитро устроено, но это ключевой момент. В данном случае события очень длинные, почти два года, как вы видите, вот по горизонтальной оси отложено время в дне, 500, 1000, 1500 дней. Очень длинное событие, значит, линза массивная, тяжелее четырех масс Солнца. Если бы это была обычная звезда, четыре массы Солнца это много, мы бы ее увидели, а мы ее не видим. Объект четыре массы Солнца и не видим. Что это может быть? Может ли это быть нейтронная звезда? Ответ нет, потому что максимальная масса нейтронных звезд меньше трех масс Солнца. То есть, вообще говоря, даже вот с трех можно стартовать и говорить, что компактные объекты тяжелее трех масс Солнца это точно черные дыры. Но здесь предел еще выше, больше четырех масс Солнца, поэтому это очень хорошее событие, очень хороший кандидат в одиночные черные дыры. В 99-м году, как видите, он наблюдался, вот это событие наблюдалось. Такое событие не одно, ну, хочется сказать, и не два, вот как минимум три вы видите, но есть еще несколько штук. Все эти события являются хорошими кандидатами в линзирование на черные дыры. Видите, вот не зря оценка масс внизу начинается от трех масс Солнца, потому что то, что меньше трех, формально может быть нейтронной звездой. Таким образом, у нас есть, пусть такой странный способ, узнать о присутствии черных, одиночных черных дыр звездных масс, блуждающих по нашей галактике, а их вообще, говоря, немало. Оценки простые показывают, но и более точные оценки их подтверждают, что в нашей галактике должно быть около ста миллионов одиночных черных дыр. То есть, вообще говоря, такое немаленькое число, но с другой стороны не очень большое, то есть, по одной на каждого жителя Земли не придется, как вы видите, нужно объединяться небольшими группами. Хорошо. Масса черноты. Определить точно массу черной дыры, скажем, полинзированиями довольно трудно. Но есть какой-то диапазон, но это все-таки не точно измеримо. Обычно массы тел, мы чуть подробнее об этом на следующем слайде поговорим, обычно более-менее точно массы тел мы определяем в двойных системах. И на этом графике по вертикальной оси отложена масса компактных объектов и проведена горизонтальная линия, ну вот как раз примерно на трех массах Солнца. Это в данном случае 3,2, это такой совсем абсолютный предел на массу нейтронной звезды. Соответственно, видно, что все эти массы больше, чем 3,2 массы Солнца в пределах ошибок. И действительно, у нас есть хорошие кандидаты в черные дыры в двойных системах. А на втором рисунке показано, какие массы могут иметь теоретически нейтронные звезды по вертикальной оси отложена масса, по горизонтальный радиус, а разные криволички соответствуют разным теоретическим моделям устройства нейтронной звезды. нейтронные звезды, как, кстати, белые карлики, они устроены снова не так, как мы привыкли видеть объекты вокруг нас. Вот если вы смотрите на две планеты, скажем, Венера больше, чем Марс, значит, Венера более массивна. Это такое естественное ожидание. Вы видите, два мешка стоят. Соответственно, если вам их надо нести, и есть выбор, вы хватаете тот, который поменьше, потому что думаете, что он легче. Это, в общем, нормально. Но пускай это мешки, не знаю, с песком, например, чтобы не получилось так, что в одном пенопластовые шарики, а в другом свинцовые шарики лежат. У нейтронных звезд все наоборот. Чем объект массивнее, тем он компактнее. Они сами себя сжимают, собственной гравитацией, настолько она велика. Но видно, что если мы движемся по любой из этих кривых и увеличиваем массу объекта, то есть, по сути, мы взяли нейтронную звезду и начали на нее кидать камушки, то рано или поздно эта кривая обрывается, вот в этом месте происходит коллапс в черную дыру. И как видно, для большинства теоретических моделей современных коллапс происходит при массе, не достигающей 2,5 массы Солнца. Ну, там справа, с края есть две кривые, которые уходят чуть выше, ну, чуть выше, это там где-нибудь 2,7 массы Солнца. Соответственно, действительно, объекты тяжелее трех масс Солнца мы можем считать черными дырами. Хорошо определять в двойных системах. Массу мы определяем по гравитационному воздействию, соответственно, нужно, чтобы было на что влиять. Звезды очень любят рождаться парами. Массивные звезды, из которых получаются черные дыры и нейтронные звезды, почти 100% рождаются в двойных системах. Поэтому довольно часто нейтронную звезду или черную дыру можно найти в паре с другой звездой. Они вращаются вокруг общего центра масс. Вы можете измерить орбитальный период, можете измерить скорость, и это вот, если вы измерили и то, и другое для обоих объектов, то, соответственно, вы просто получите массу объектов. Если же ситуация немножко более сложная, ну, например, вы видите звезду, но не видите второй объект, потому что это черная дыра, тогда задача становится немножко более сложной, но тем не менее. Можно определить массу объектов в двойной системе. по закону Кеплер довольно простые формулы, их в школьной астрономии проходит, но кто не проходит в школьной астрономии, может в Википедию посмотреть. Соответственно, если у нас есть компактный объект в двойной системе, мы можем измерить его массу, и так нам проще отделить нейтронные звезды от черных дыр. Первый слишком массивный объект в двойной системе открыли в 70-е годы, и система называется Лебедь-Х1. Лебедь, потому что находится в созвездии Лебедя, один, потому что это первая такая система открытая в созвездии Лебедя, Х, потому что наблюдается в рентгеновских, то есть в Х-лучах. Сам рентген назвал их Х-лучами, и на большей части языков мира рентгеновские лучи называют Х-лучи. Так вот, в 70-е годы начали изучать систему Лебедь-Х1, стало ясно, что там компактный объект, и когда определили массу этого объекта, она оказалась сильно больше трех масс Солнца, и Эдвин Саупитер очень лаконично высказал мысль такую, резюмировал результаты этих исследований, которые, вот эту фразу, я хочу, чтобы вы запомнили как-то осмыслили. Черная дыра в источнике Лебедь-Х1 это самая консервативная гипотеза. То есть мы остаемся в ситуации, когда черные дыры это гипотетические объекты, но это самая консервативная гипотеза. То есть если мы скажем, что там не черная дыра, то для объяснения всего комплекса данных нам понадобится использовать какие-то более экзотические теоретические модели, чем черная дыра. на сегодняшний день в галактике известно почти полсотни таких хороших кандидатов черной дыры в двойной системы. Некоторые из них нарисованы на этой картинке. Нарисованы в одном масштабе, масштаб заданным вот этим отрезочком от расстояния от Солнца до Меркурия. Соответственно, есть система с большими массивными звездами, вот очень хорошо видны звезды. Есть система с маленькими звездами, с красными карликами, но что мы видим? Мы можем видеть звезду, это раз, и мы можем видеть аккреционный диск вокруг черной дыры. То есть саму черную дыру не видим, но мы видим нагретые вещества в диске вокруг нее. Соответственно, мы можем определить массу того, что находится в центре диска. Сам диск легкий, это довольно нетрудно показать. Мы определяем массу объекта, который находится в центре, и мы знаем, что объект компактный, потому что мы примерно можем оценить где диск заканчивается. Соответственно, вот в системе типа GRS 1915 плюс 105 мы можем сказать, что у нас есть объект с массой 5-7 масс Солнца, и этот объект имеет радиус меньше нескольких сотен километров. Единственная, самая консервативная гипотеза, которая у нас есть для объяснения такого объекта, это черная дыра, потому что объект слишком массивный. Есть и другие аргументы в пользу чернодырности, вот как раз отсутствие поверхности, мы не видим пульсации излучения, потому что на черной дыре, в отличие от нейтронной звезды, нельзя сделать горячее пятно. Есть рентгеновские пульсары, это нейтронные звезды, на поверхности которых есть горячие пятна, и это пятно то повернуто к нам, то от нас, соответственно, возникает переменность излучения нейтронной звезды, с черной дырой такого не сделаешь. Спектр выглядит немножко по-другому, но это все косвенно и модельно зависимо, а вот самое главное это масса, это самый сильный аргумент, вот точно так же, как не может быть таких вот замечательных зверушек. Вы знаете, довольно старая история, там, времен Галилея примерно, когда люди показали, что вы не можете, скажем, представить слона, но в сто раз больше, например, потому что масса растет как куб размера, а сечение опора возрастает как квадрат, и поэтому кости не выдержат. Ну и уж, конечно, поставить слона на паучьи ножки, еще с такой замечательной пирамидкой, сверху тоже не получится. Так что вот таких зверушек в природе не существует, и точно так же не существует, по всей видимости, компактных объектов с массой больше, чем 3 массы Солнца, которые не являлись бы черными дырами. Но вот про отсутствие поверхности есть другие очень красивые аргументы, мне вот такой очень нравится. Смотрите, в двойной системе вещество перетекает с одной звезды на другую, с одного объекта на другой. Представим, что вещество течет с обычной звезды типа Солнца на компактный объект. Предположим, что это белый карлик вначале. Течет водород, накапливается на поверхности белого карлика, становится все горячее и плотнее, и легко сообразить, что с ним произойдет. Если вы водород долго уплотняете и грезите, там начнется термоэдерная реакция. То есть произойдет термоэдерный взрыв на поверхности белого карлика, будет вспышка. Мы наблюдаем такие объекты, они называются новые. Если то же самое мы проделываем с нейтронной звездой, то ситуация очень похожа. Другое дело, что водород будет быстро превращаться в гелий, но накапливается гелий. Он тоже может взорваться. И углерод может взорваться на поверхности нейтронной звезды. Происходят вспышки. И вот на верхнем графике вы видите поведение такого объекта. Объект называется Aquila X1. Aquila это орел. Соответственно, X1, потому что это первый рентгеновский источник созвездия орла. И это двойная система вспыхивающая. И мы уверены, что там находится нейтронная звезда, на поверхности которой копится вещество происходит термоэперный взрыв. Есть очень похожие системы по своему устройству, что ли. Одна из них, например, JRO GH1655-40. Там двойная система, вещество течет с обычной звезды на компактный объект, но никаких повторяющихся вспышек нет. И вообще никаких узких вспышек, похожих на взрывы, нет. Есть какая-то странная переменность. И возникает вопрос, а что же происходит с веществом? Почему не происходит вспышек, хотя система очень похожа? И единственный здравый ответ состоит в том, что там нет поверхности. Все просто, как вот лошадь барона Мюнхгауза. Она пила, из нее выливалась. Но если из нее выливалась наружу, то в черной дыре все выливается внутрь. Все уходит под горизонт, там и остается, и поэтому никаких вспышек нет. И вот если в системе с рентгеновским барстером происходит накопление вещества на поверхности, то в системе с черной дырой этого не происходит. Вещества уходят под горизонт, может быть, оно там взрывается. Мы не знаем, что с ним там происходит, но нам в любом случае ничего не видно из происходящего под горизонт. Хорошо. Поговорили о черных дырах звездных масс, но можем вкратце резюмировать. Если черная дыра в двойной системе идет аккреция, то ее прям очень легко видеть, у нас есть много таких источников. Если черная дыра одиночна, увидеть ее трудно. Аккреция может идти, но она будет слабенькой из межзвездной среды, и пока такие источники не обнаружены. А если аккреции нет, то можно обнаружить по гравитационному влиянию черной дыры на излуче по микролинзированию. Теперь, значит, черные дыры в центрах галактики. Я не буду сегодня рассказывать, у меня в канале, кстати, есть лекции про то, как растут и откуда берутся сверхмассивные черные дыры. Можете в YouTube найти или у меня на странице. Я не буду говорить о том, откуда берутся эти сверхмассивные черные дыры. Откуда это берутся? Кстати, это сам к себе интересный вопрос, потому что есть несколько сценариев, и мы не знаем в конкретном случае обычно, откуда взялась черная дыра. Но мы знаем, что вначале она была маленькая и росла вместе с галактикой. И к настоящему моменту путем поглощения вещества, то есть аккреции, путем поглощения других черных дыр, черная дыра в центре крупной галактики может нарастить свою массу до нескольких десятков миллиардов масс Солнца, что наблюдается. Нас будет интересовать скорее то, как мы можем измерить массу этого объекта. Смотрите, наша задача вообще обнаружить присутствие компактного массивного объекта в центре галактики. Если идет мощная аккреция, давайте я вернусь на предыдущий слайд, если идет мощная аккреция, есть мощный аккреционный диск, из него бьют вот такие замечательные строи, то тут все понятно. Мы видим какой-нибудь квазар, глазар, сейфертовскую галактику и прямо уверены, что там есть черная дыра, ничего доказывать не надо. А вот если никакой там суперактивности нет, мы хотим измерить массу. Как это сделать? В центре нашей галактики мы видим, как звезды вращаются вокруг сверхмассивной черной дыры, но в других галактиках мы этого не видим просто потому, что далеко. значит нам нужно что-то другое. Мы, например, можем увидеть, как вращается газ вокруг сверхмассивной черной дыры и в случае близкой известной галактики М87 созвездия Дева, о которой мы еще будем говорить, такой газовый диск достаточно давно наблюдается. Если мы смотрим на вращающийся диск, то одна его сторона вращается к нам, вещество движется к нам, а другая от нас. И за счет эффекта Доплера мы можем измерить скорость вращения вещества. Теперь, если мы знаем расстояние вот этого кольца вещества от центрального объекта, то мы можем определить массу центрального объекта. И для галактики М87 оценка массы черной дыры давала несколько миллиардов солнечных масс. То есть вот как раз в тысячу с лишним раз больше, чем в центре нашей галактики. в прошлом году черная дыра в М87 стал знаменитой, поскольку появилась так называемая фотография черной дыры. Мы о ней потом подробнее будем говорить. Я сейчас на этом особенно останавливаться не буду. Просто подчеркну, что это та же самая галактика и та же самая черная дыра, про которую я говорил на предыдущем слайде. На черной дыры в центре галактики может течь много вещества, при этом выделяется много энергии, как мы говорили, потому что вещество разогревается в этом самом аккреционном диске и возникает феномен активного ядра галактики. Квазар это частный случай активного ядра и Блазар частный случай. Просто вопрос в том, как под каким углом, с какой точкой зрения мы смотрим на всю эту систему. Система состоит из черной дыры, аккреционного диска вокруг, пылевого такого диска или тора вокруг всей вот этой конфигурации и наконец из внутренних частей диска могут быть струи. Давайте я тут подчеркну, что струи конечно не вылетают из черной дыры. Иногда так рисуют на картинках, ну не знаю, для красоты наверное. Черные дыры не выпускают вещество из-под горизонта, вещество движется в диске вокруг черной дыры и не попадая внутрь нее частично может выбрасываться в виде таких вот струй. Соответственно, если струя направлена прямо на нас, мы видим очень яркий объект, называемый Блазар. Если смотрим под некоторым углом, видим Квазар или активную галактику другого типа, Сейфертовскую галактику. Ну а если смотрим сбоку, то тогда центральный источник закрыт от нас и мы видим радиогалактику или Сейфертовскую галактику второго типа, но вся эта тонкая классификация нам сейчас не так интересна. Активное ядро работает, пока есть газ, пока есть чем утечь на эту черную ядру, но газ имеет особенность заканчиваться, и тогда черная дыра перестает быть активной, нет у галактики активного ядра, и примерно в таком состоянии находится вот наша черная дыра или черная дыра в туманности Андромеды и вообще говоря большая часть черных дыр в современной галактике. Примерно 99% центральных черных дыр в галактиках достаточно спокойно. Но вещество неожиданно может появиться в доступе, если какая-нибудь звезда подлетит очень близко к черной дыре. Тогда приливные силы разорвут эту звезду. Звезда это газовый шар, но если разорвать газовый шар, то получается газовое облако. И вот теперь этот газ может образовывать диск вокруг черной дыры. Вначале он образует кольцо, кольцо расплывается в диск и возникает яркий источник. Впервые в 90-е годы с помощью спутника Росат было открыто это явление приливного разрыва звезд черными дырами. Росат спутник наблюдавший в рентгеновском диапазоне. Но с тех пор в основном такие события видят в рентгеновском диапазоне, но иногда их видят и в оптическом диапазоне. Сейчас летает российский спутник спектр рентген гамма, на борту которого два рентгеновских телескопа установлено. И ожидается, что за четыре года обзора всего неба этот спутник откроет очень большое количество таких вот приливных разрывов звезд. То есть снова я периодически буду подчеркивать самую суть того, что является нашей темой, как увидеть черную дыру. Мы видим то, что происходит над горизонтом вокруг, и нам нужно это как-то подсветить. Помните, в школе наверняка проводили опыты простые или дома, когда вы берете магнит обычный постоянный, лист бумаги, кладете этот лист бумаги на магнит и говорите, тут есть магнитное поле, мы его не видим. Как его увидеть, давайте насыпем железные опилки. Вы начинаете сыпать эти опилки, они складываются в красивую картинку магнитных севалых линий. То есть нужно что-то насыпать вокруг, чтобы увидеть. И с черной дырой похожая ситуация возникает. Мы насыпаем вещество, и оно нам как бы показывает гравитационное поле вокруг черной дыры. Ну или мы должны пропускать свет в окрестности черной дыры, как в случае линзирования. И тоже свет, двигаясь в этом искаженном пространстве, обрисует нам его. Мы увидим гравитационное поле черной дыры. Поскольку пространство искажено, то возникает очень красивая картинка, которая воспета в фильме Интерстеллар, кадр из которого неизбежно будет на одном из следующих слайдов у нас. Ну давайте коротенько обсудим, почему же возникает такая красивая картинка. Есть три эффекта, которые рисуют нам такой красивый диск. Значит, вначале начинаем слева. Вот две черных дыры, они не разного размера, одна быстрее вращается, другая медленнее. Я сейчас не буду очень сильно на это упирать. Черные дыры могут вращаться, и там возникают всякие красивые тонкости. Чтобы больше про это узнать, можно посоветовать в первую очередь книжку Кипа Торна «Наука Интерстеллара». Кип Торн человек, который, как вы знаете, придумал фильм «Интерстеллар». Так вот, значит, первый эффект это гравитационное красное смещение. Вот здесь вверху мы смотрим на диск сверху, и излучение, которое спускается ближе к черной дыре, будет покрасневшим. Чем ближе будет нам казаться покрасневшим, скажем так. Чем ближе мы подбираемся к черной дыре, тем заметнее этот эффект. И это первое, что дает нам картинку. Второе. Диск вращается. Если мы смотрим плашмя на диск, то вращение для нас незаметно, но если мы начинаем смотреть немножко с ребра, то возникает тот самый эффект доклера. И вот эта левая часть диска движется к нам, поэтому она кажется более синей и более яркой, а другая часть диска третий эффект связан как раз с искривлением пространства. Давайте вот на этой картинке его поймем. Вот черная дыра, вот диск вокруг, диск сам по себе плоский, но свет от него идет по кривому пространству. Вот плоскость, ну, например, сетчатки вашего глаза или плоскость детектора, ПЗС матрицы, еще чего-то. И свет от дальнего края диска, с точки зрения наблюдателя, от дальнего края может идти по очень искривленной, не может, а должен идти по искривленной траектории. И поэтому задняя часть диска будет казаться нам приподнятой. Более того, есть небольшая вероятность, что световые лучи от задней нижней части диска, двигаясь по такой искривленной траектории, тоже к нам попадут. Поэтому может возникать такая слабая дополнительная деталька здесь, и диск приобретает очень сложную форму. Ну, соответственно, вот так это нарисовано в Интерстелларе. Здесь несколькими эффектами пренебрегли, один эффект усилили. То есть вот эту нижнюю часть показали очень сильно, зато убрали эффект Доклера, не стали делать право-лево сильно несимметрично. Как это детально считалось, можно найти в соответствующей статье. Соответственно, такие расчеты вообще говоря начали проводить достаточно давно, то есть их не специально делали к фильму, и еще задолго до фильма Интерстеллар люди сделали видео с правильным диском. Давайте я запущу, я надеюсь, что вам видно, как оно крутится. Что тут внизу, нам не важно сейчас, опять-таки это нас уведет в сторону. Но вот вращается диск, мы видим два основных эффекта. Мы видим яркую часть благодаря эффекту Доклера, это то, что движется к нам. Это нам еще пригодится, когда мы будем обсуждать так называемую фотографию черной дыры. И мы видим яркую заднюю верхнюю часть диска, которая за счет гравитационного линзирования таким образом к нам повернута. Вообще визуализация процессов вокруг черной дыры это такая благодатная вещь. И опять-таки довольно давно люди занимались, но вот в связи с новыми и наблюдательными результатами и фильмом Интерстеллар появилось несколько интересных статей. Это кадры из соответствующей статьи французского ученого по фамилии люмине. Здесь показано 8 кадров. Мы летим к черной дыре окруженной аккреационным диском и в итоге падаем в эту черную дыру. Соответственно первые три кадра это мы подлетаем все ближе к диску. Четвертый мы находимся в плоскости диска, то есть тут все в тумане. Вылетели из плоскости диска и приближаемся к черной дыре. начинаем видеть кусочек фотонной сферы черной дыры. Ну и вот тут как бы сама черная дыра. Видим аккреационный диск вокруг. Подлетаем все ближе и ближе. Вот мы на горизонте смотрим вниз. Ну а теперь мы уже под горизонтом смотрим назад. Соответственно упав в черную дыру вы естественно будете видеть фотоны которые летят к вам сзади. Там возникает опять-таки много красивых эффектов. но сейчас про все сразу мы поговорить не сможем. Такой красоты мы пока не видим. Такой красоты мы не видим просто потому что нам не хватает детализации. Как говорят углового разрешения не хватает. Самый благодатный объект как уже было сказано черная дыра в центре нашей галактики она называется Сагитариус А со звездочкой. Почему Сагитариус? Потому что в созвездии Стрелец Сагитариус Сагитариус А это был первый радиоисточник обнаруженный в центре галактики соответственно когда удалось просмотреть его детально там увидели маленький очень компактный источник внутри и обозначили его звездочку получилось такое обозначение Сагитариус А со звездочкой это и есть наша черная дыра но вот уже годы назад лет 10-15 назад была получена эта картинка с помощью системы радиотелескопов удалось увидеть объект размером одна астрономическая единица одна астрономическая единица это расстояние от Земли до Солнца 150 миллионов километров а давайте быстренько посчитаем размер горизонта черной дыры радиус помните 3 километра на массу Солнца на массу в массах Солнца масса черной дыры в центре нашей галактики 4 миллиона значит умножаем 3 на 4 миллиона получаем 12 миллионов километров вот радиус черной дыры в центре нашей галактики примерно 12 миллионов километров а одна астрономическая единица это 150 миллионов то есть ну примерно 10 12 если хотите короче уже несколько лет назад к черной дыре с точки зрения наблюдения подобрались довольно близко на 10 радиусов черной дыры но задача идти дальше подходить ближе к черной дыре и наблюдать эффекты совсем-совсем вблизи горизонта вот это непросто соответственно мы ожидаем видеть красивые вот такие это посчитанные естественно картинки красивые картинки это тень черной дыры которая имеет размер чуть больше горизонта сейчас тоже нет времени объяснять почему чуть больше горизонта но важно что вот если вы видите черную дыру на ярком фоне то вот эта структура тень черной дыры она больше реального размера черной дыры поэтому вы видите ее немножко проще но вот при наблюдениях центра нашей галактики мы пока не добрались до тени остается совсем чуть-чуть то есть уже не не в 10-12 раз больше наблюдаемой области а всего лишь в несколько раз но пройти их пока не удается структуру вот этой так называемой тени черной дыры люди начали считать давно одна из первых статей это статья Бардина 1972 года Люминает уже довольно давно считал и основные надежды увидеть вот такую картинку были связаны не с одним каким-то инструментом а с комплексом который называется телескоп горизонта событий идея состоит в том что в радиодиапазоне вы можете независимо но одновременно проводить наблюдения на телескопах раскиданных по всему земному шару потом вместе собрав все данные на одном компьютере обработать эти наблюдения и тогда с точки зрения детализации у вас размер телескопа будет равен расстоянию между телескопами то есть вся земля становится как бы телескопом у нас есть телескоп размером тысячи километров и естественно тогда вы можете увидеть мелкие детали есть несколько проблем центр нашей галактики с помощью телескопа горизонта событий в общем пока не удалось рассмотреть не буду объяснять почему удалось рассмотреть галактику М8-7 она пока единственная вот мы к ней подбираемся так люди естественно давно считали как все должно выглядеть но вот чтобы увидеть такую красивую картинку как справа вверху с мелкой детализацией конечно нам и мало телескопа горизонта событий в радио вообще такую картинку не увидишь нужно какие-то супер-супер мощные рентгеновские например телескопы использовать ну или просто подлететь поближе а вот эта блеклая картинка это одна из собственно первая такая детализованная картинка которую нарисовал как раз люмине вот там видна фотонная сфера в виде такой дуги внутри интересно что естественно такая картинка считалась на компьютерах были 70-е годы если не ошибаюсь и компьютеры уже хорошие были принтеров не было хороших и поэтому картинку рисовали вручную по данным очень точных компьютерных расчетов проскочу наверное слайд связанный со всякими доказательствами не доказательствами а наблюдательной аргументации в пользу того что у черной у объекта в центре нашей галактики нет поверхности но буквально пару слов скажу это существенный аргумент в пользу того что мы имеем дело именно с черной дырой мы видим как вещество течет на нашу центральную черную дыру мы видим этот поток но мы не видим излучения от контакта с поверхностью это позволяет ставить очень жесткие ограничения это не доказывает что там нет поверхности к сожалению но это позволяет отбрасывать многие модели которые являются альтернативой черным дырам и выживают только очень экзотические модели и в этом смысле для сагитариуса со звездой как для лебедя x1 черная дыра это самая консервативная гипотеза соответственно люди детально моделируют как вещество должно течь в черную дыру на ютубе можно найти красивое видео по этому поводу есть сайт проекта blackhall cam там тоже есть много красивых картинок и видео люди детально рассчитывают как можно увидеть тень черной дыры при наблюдении с помощью наземных космических телескопов но вот пока сделать этого не удалось для центра нашей галактики удалось сделать повторюсь для черной дыры в галактике м87 давайте об этом и поговорим итак наблюдения проводились на телескопе горизонта событий и конечно же видим мы вещество вокруг черной дыры то есть мы видим какие-то части потока вещества вокруг черной дыры саму черную дыру мы не видим и нельзя сказать что вот эта черная дырка в центре это все и есть черная дыра сама черная дыра немножечко поменьше что существенно понимать про это есть к слову сказать отдельная большая лекция Юрия Ковалева ее можно найти в ютубе что важно радиотелескопы не умеют собственно делать фотографии наблюдения на радиотелескопах сильно отличаются от наблюдения на оптических или рентгеновских телескопах это такая совершенно отдельная наука это немножко похоже на то как вы пальцем ощупывали бы объект вот представьте вас завели в темную комнату или завязали глаза и вы можете пальцем ощупать какой-то объект а потом ставится задача его нарисовать вот это довольно трудно ну если конечно у вас нет времени весе стыкать пальцем а довольно большой объект можно в такую игру завязываете ведущему глаза даете ему какой-нибудь предмет он там несколько раз тыкает и говорит что это за предмет соответственно чем меньше тыков ему понадобилось тем больше очков он набирает так вот соответственно радиотелескопы систем радиотелескопов телескопы горизонт событий не получали такую детальную картинку они несколько раз ткнули радио пальцем и для того чтобы нарисовать полную картинку нужно было рассчитать заранее а что там может быть соответственно вот если вы угадываете предметы в комнате вы понимаете что может быть в комнате и вряд ли там окажется какой-нибудь совершенно экзотический предмет которого вы здесь совсем не ждете соответственно и тут было проведено много очень детального компьютерного моделирования для того чтобы рассчитать всю эту картинку и справа сравнивается наблюдение расчета смотрите вот слева это наблюдение вот это собственно то что дает расчет расчет может быть очень детальным вы можете достичь очень высокой точности детализации но так вы не видите поэтому вам нужно искусственно размыть картинку для того чтобы сравнить ее с наблюдениями и вот размытая картинка и в результате сравнения огромного количества расчетов для разных конфигураций разной ориентации диска направления вращения мы сейчас немножко поговорим вы проводите сравнение и выбираете наилучшие поэтому вы можете в итоге нарисовать картинку за счет вот этого совместного использования радионаблюдения и компьютерных расчетов соответственно что например можно сказать можно определить в какую сторону крутится вещество в какую сторону крутится черная дыра почему нам важно в какую сторону крутится черная дыра смотрите черная дыра находится в центре галактики и диск закрутится в ту сторону в которой крутилось вещество газ как-то Тек в центр галактики, у него был какой-то орбитальный момент, он в какую-то сторону крутится, возникает диск, но черная дыра сама по себе вращается. Более того, она увлекает пространство вокруг себя. Это такой известный эффект общей теории относительности, и он не обязательно связан с черными дырами, он измерен с высокой точностью на орбите Земли. То есть эффект существует, он уверен. Соответственно, даже если снаружи диск крутится, ну например, по часовой стрелке, а черная дыра крутится в другую сторону, то во внутренней части диска черная дыра будет диктовать, в какую сторону вещество крутится. И направление выброса, а в галактике 87 мы наблюдаем джет, мы наблюдаем выброс. Направление выброса связано именно с направлением оси вращения черной дыры, и мы видим яркую центральную область. То есть это область внутренней части диска, там где вращение диктует черная дыра. Соответственно, вот эта яркая часть, почему мы видим диск неровный, это тот самый эффект Доплера. Яркая часть диска, это часть диска, которая вращается в нашу сторону, а темная часть, в которой вещество движется от нас, и поэтому возникает вот эта вот большая разница. Соответственно, мы благодаря вот этой фотографии черной дыры гораздо больше знаем о геометрии всей этой системы, черная дыра плюс диск, плюс струи. Моделирование проводилось много, достаточно сложное моделирование. Было несколько независимых групп, которые занимались этим компьютерным моделированием. То есть, вообще говоря, были проделаны очень большие расчеты, были сделаны очень большие усилия для того, чтобы научиться с большой детализацией, с большой точностью, большой надежностью считать потоки вещества вокруг черных дыр. Хорошо. Ну, значит, пока мы видим вещество вот на таких картинках, которые находятся достаточно далеко от горизонта. Как подобраться еще ближе к горизонту? Здесь нам может помочь совершенно другой подход. Мы можем наблюдать не радиоволны, не видимый свет, не рентгеновские лучи. Мы можем наблюдать гравитационные волны. Черная дыра искривляет пространство время вокруг себя. Если мы возьмем две черных дыры, и они будут вращаться вокруг общего центра масс, то есть у нас есть двойная система, то мало того, что у нас есть искривление пространства времени, так у нас еще картинка начинает зависеть от времени. То есть в какой-то точке, в окрестности этой пары черных дыр, возмущение пространства времени периодически меняется. И это можно описать как распространяющуюся волну, гравитационную волну, волну пространства времени. Эта волна действительно несет энергию, и это довольно интересный такой момент. Можно найти всякие статьи по истории гравитационных волн. Ну, далеко не сразу после создания общей теории относительности люди разобрались в природе гравитационных волн, в их свойствах. Общая теория относительности была создана в 16-м году, но только где-то примерно в 57-м году. Ученые убедились в расчетах, что гравитационные волны, возникающие в общей теории относительности, это действительно волны, способные нести энергию, то есть способные воздействовать на что-то, например, на детектор. И это означает, что их можно обнаружить. То есть это не какая-то фикция, существующая внутри теории, а это реальное явление, которое можно обнаружить в наблюдениях, обнаружить в эксперименте. И гравитационные волны испускаются не обязательно парой черных дыр. Это может быть система Земля-Луна, или что-то гораздо более легкое. Ослик бегает вокруг столбика, испускаются гравитационные волны, но очень слабые. Гравитационные взаимодействия самое слабое из четырех фундаментальных взаимодействий. Поэтому нам важно сильно возмущать пространство-время и очень быстро перемещать возмущающие объекты. Чтобы сильно возмутить, нам нужны компактные объекты. Не просто массивные, а компактные. И нам нужно, чтобы они быстро двигались. Соответственно, черная дыра, падающая в черную дыру, это идеальная комбинация. Каждый из объектов является самым компактным, что мы можем себе представить. И черная дыра падает в черную дыру фактически со скоростью света. Это можно зарегистрировать. Люди, начиная с 60-х годов, начали пробовать строить детекторы для гравитационных волн. Но детекторы трудно сделать чувствительными. И первые детекторы строились в надежде на то, что рядом с нами близко произойдет такое экзотическое событие. Слияние двух нейтронных звезд, например. Но такие события происходят редко. В галактике типа нашей они происходят раз в 10-20 тысяч лет. Соответственно, была поставлена другая задача. Рассчитать параметры детектора, который охватил бы область, в которой находятся, скажем, 20 тысяч галактик типа нашей. И тогда, если в каждой происходит вспышка раз в 20 тысяч лет, то за год в одну из этих галактик должна произойти такая вспышка гравитационного излучения. И прибор LIGO был именно таким первым инструментом. Инструментом гарантированного результата. Инструмент, это на самом деле два инструмента, стоящих в разных уголках США. В левом, верхнем, в правом, нижнем. То есть в северо-западном и в юго-восточном. Эти приборы начали работать примерно 20 лет назад. И их постоянно апгрейдили, апгрейдили. То есть они поработают какое-то время, дальше их останавливают на апгрейд, делают более чувствительными. И опять работают, работают. И на плановую чувствительность они вышли осенью 2015 года. И то, что сигнал был обнаружен именно осенью 2015 года, отражает хорошую точность предварительных астрофизических расчетов. То есть когда детектор вышел на ожидаемый темп события раз в месяц, то в первый же месяц работы они события и зарегистрировали. И в данном случае это действительно лучший способ изучать черные дыры. Конечно, мы все равно видим гравитационные волны, это очень важно, которые генерятся снаружи, над горизонтом, в нашей части Вселенной. Часть этих волн уходит внутрь черных дыр, и мы их тогда не видим больше. А часть идет к нам, их мы регистрируем. Но основная доля этих гравитационных волн спускается на расстоянии полтора-два радиуса черной дыры. И таким образом мы подбираемся очень близко и наблюдаем 100% гравитационный эффект. Подсвечиваем всю эту картинку, собственно, гравитацией, а не обычным веществом, например, как в случае аккреции. Черные дыры сближаются, они вращаются все быстрее и быстрее. Соответственно, частота сигнала растет. Наконец, черные дыры сливаются друг с другом. Там получившаяся черная дыра еще какое-то время дрожит. И этот сигнал тоже со временем люди надеются зарегистрировать. Было очень важно научиться рассчитывать форму сигнала. Сигналы очень слабые, их трудно выделять на фоне разнообразных шумов, которые есть на детекторе. Поэтому были проделаны большие расчеты возможной формы сигналов для разных масс черных дыр, для разной скорости и направления вращения черных дыр. С тем, чтобы именно такие сигналы искать в данных лайга. Ну а потом, когда заработал инструмент ВИРК и наблюдение ВИРК. Ну вот первое событие, как вы знаете, было зарегистрировано в сентябре 2015 года. Сигнал на двух детекторах, одинаковый сигнал, это очень важно, детекторы проверяют друг друга. Это были две черные дыры с массой примерно по 30 масс Солнца. На следующем слайде будут более точные данные. Которые находятся чуть больше, чем в миллиарде световых лет от нас. Ну про форму сигнала я уже сказал, пожалуй, это я пропущу. Форма сигнала зависит от массы черных дыр и от того, в какую сторону они вращаются. Вот сближается пара черных дыр, спускаются гравитационные волны и рисуется сигнал, который внизу нарисован. Там две такие дорожки для двух поляризаций гравитационных волн. И, соответственно, было очень важно посчитать разные возможные формы сигналов, чтобы выделять это на фоне шума. И после того, как сигнал зарегистрирован, вы можете определить параметры черных дыр. Можете определить их массы, определить скорость их вращения. Ну и, если хватает точности, направление их вращения. Что очень интересно, потому что нам нужно объяснять, откуда такая пара черных дыр взялась. Ну вот самая первая пара черных дыр имела два компонента с массами примерно 36 и 29 масс Солнца. И образовалась в итоге черная дыра. Смотрите, 36 плюс 29 не равно 62, а равно 65. Куда делась три массы Солнца? Вот три массы Солнца было излучено в виде гравитационных волн. Это огромная энергия. Это три массы Солнца умножить на С квадрат. По, соответственно, Эйнштейновской формуле, Е равняется на С квадрат. Светимость фантастическая. Но вот можно сказать, что это 3,6 на 10,56 рт в секунду, что, наверное, вам сразу немного скажет. Это 10,23 светимости Солнца. Насколько это много? Вот единичкой 23,0, 10,23. Это очень большое число. Чему оно равно? Оно примерно равно количеству звезд в видимой части Вселенной. То есть это означает, что на долю секунды, а сигнал был очень короткий. Короткий по горизонтальной оси время в секундах. Вот там от 0,3 до 0,45 секунд. Но вот на эту ничтожную долю секунды светимость сливающихся черных дыр примерно сравнялась со светимостью всех звезд в видимой части Вселенной. И при этом вся эта энергия была испущена в такой экзотической форме, как гравитационные волны. С тех пор проводились дальше наблюдения, проводились апгрейды. То есть возрастала чувствительность. До апреля 2019 года, когда начался еще один очередной свет наблюдений, после апгрейда было зарегистрировано 11 слияний. Одно слияние было с нейтронной звездой. Был проведен апгрейд и с апреля 2019 года по март 2020, по март этого года проводились опять-таки наблюдения. Было зарегистрировано несколько десятков всплесков. В основном это слияние черных дыр друг с другом. Но вот тогда было интересно прямо залезать на сайт. Это картинки с сайта Лайга. Сейчас детекторы опять находятся на апгрейде, поэтому сейчас они не работают. Но вот происходило слияние, информация об этом сразу становилась доступной сообществу. На карте можно было посмотреть, где это произошло на небе. Можно было посмотреть, на каком расстоянии это произошло. Естественно, расстояние измеряется не точно. У вас всегда есть неопределенность, как в лабораторной работе, которую вы, наверное, делаете. Но вот, соответственно, для какого-то данного события, которое я выбрал, расстояние было 874 мегапарсека плюс-минус 171. Что слилось? Вот здесь есть несколько вариантов. Смотрите, что может быть. Черная дра с черной дырой. Нейтронная звезда с черной дырой. Нейтронные звезды друг с другом. Это может быть вообще не слияние, а какой-то земной фоновый сигнал. И, наконец, очень интересная возможность. Вот это щель в распределении по массам. Что это означает? Такие события вызывали очень большой интерес. Мы об этом косвенно немножко говорили. Когда мы смотрели на графики с массами черных дыр в двойных системах, то вы могли заметить, что масса черных дыр в двойных системах нашей галактики обычно больше пяти масс Солнца. А масса нейтронных звезд там меньше двух масс Солнца. То есть между двумя и пятью массами Солнца мы почти не наблюдаем компактные объекты. И вот это такая щель в распределении по массам, которую очень интересно исследовать. И большое внимание уделялось событиям, которые попадают именно в этот диапазон масс. Соответственно, на сегодняшний день, наверное, наблюдение слияния черных дыр это самый сильный аргумент в пользу вообще существования черных дыр. Проблема, наверное, связана только с тем, что это все-таки всплеск, это разовое событие. Мы не можем на бис его воспроизвести. То есть мы не можем, как в случае рентгеновских систем, понаблюдать систему сегодня, продолжить наблюдение завтра, посмотреть, как она изменилась через год, через 10 лет. Здесь у нас нет такой возможности. И объекты эти находятся далеко, как вы видели, обычно на расстоянии больше миллиарда световых лет от нас. Тем не менее, это данные о черных дырах в таком самом чистом виде на сегодняшний день. Поэтому это направление исследования будет активно продолжаться. Соответственно, вот есть два детектора LIGO, есть VIRGO, которые все три сейчас стоят на апгрейде. В прошлом году заработал новый японский детектор KAGRA. Будет собран еще один детектор LIGO в Индии, по всей видимости. Но если вот только там эпидемия этому не помешает, но скорее всего просто немножко отложат запуск. Эти детекторы специально рассчитаны, разработаны, сделаны для наблюдения черных дыр звездных масс. Но есть еще сверхмассивные черные дыры. Размер черной дыры пропорционален массе. Соответственно, сверхмассивные черные дыры большие. И поэтому, если мы представим себе две сливающихся сверхмассивных черных дыры, то там периоды обращения будут уже не доли секунды, а дни, недели, месяцы, может быть. И, соответственно, гравитационные волны, которые они спускают, будут иметь очень большую длину волны. И поэтому нужно строить большие детекторы для их регистрации. На Земле мы это построить не можем. На Земле будут строиться новые детекторы. Потом появятся детекторы следующего поколения, которые еще точнее будут мерить сигналы, могут обнаружить это замечательное дрожание черной дыры после того, как слияние уже произошло. Но если мы хотим изучать слияние сверхмассивных черных дыр, нам нужно строить детекторы в космосе. И следующий шаг – это строительство космического детектора. Три спутника будут летать на расстоянии нескольких миллионов километров друг от друга. Между ними будут бегать лазерные лучи. То есть это похоже на детекторы Лайга и Вирга, но только не на Земле, а в космосе. Что, естественно, усложняет задачу. Но вроде бы все инженерные проблемы решаются. И Европейское космическое агентство в начале 30-х годов, то есть лет через 12-13, должно запустить такой проект. И тогда мы сможем наблюдать гравитационные волны от сверхмассивных черных дыр. Но тем не менее, смотрите, и акреция, и микролинзирование, и гравитационные волны, вот все, о чем мы поговорили, не являются таким уж прямым доказательством существования черных дыр, к сожалению. То есть все эти наблюдения, складываясь вместе, делают гипотезу черных дыр все лучше и лучше. То есть нам кажется, что она все лучше и лучше всех возможных конкурентов, всех возможных альтернатив. Но тем не менее, нет последнего доказательства, то, что это именно горизонт. И для окончательного доказательства, возможно, нам понадобится что-то еще. Я думаю, что этим что-то еще может быть наблюдение испарения черных дыр. В 70-е годы Хокинг написал статью, в которой детально разработал механизм излучения черными дырами частиц. То есть снова частицы не пересекают горизонт. Они появляются снаружи черной дыры. Это довольно непростой процесс. Обычно в популярных изложениях он описывается в очень упрощенной форме. Родилось в вакууме две частицы. Они должны были объединиться обратно. Но одна упала в черную дыру, поэтому другая улетела. Это очень приближенное описание. Что забавно, оно есть в статье Хокинга, вот именно со словами. Но, конечно, не нужно представлять себе это в такой упрощенной форме. В правильной форме есть очень мало изложений Хокинговского излучения. Но вот на русском языке есть небольшая книжка Эмиля Ахмедова, где, я думаю, это единственное место, где в развернутом письменном виде изложена более правильная, популярная интерпретация излучения Хокинга. Я всем советую ее найти. Она должна быть в интернете, где-нибудь на сайте Московского центра непрерывного математического образования, например. И у Эмиля Ахмедова есть лекции. Можно, наверное, поискать видео его лекций. Так вот, черные дыры испаряются. Чем меньше черная дыра, тем быстрее идет процесс испарения. И последняя фаза испарения – это взрыв. Это взрыв, но испаряется вот в эти последние доли секунды уже очень маленькая черная дыра. Поэтому энергии немного выделяется. У нее массы уже осталось мало. То есть по формуле nc2 энергия невелика. Поэтому такие события мы можем видеть только в нашей непосредственной окрестности. И пока нам не повезло. Мы могли бы видеть эти вспышки в рентгеновском, в гамма-диапазоне, в радиодиапазоне, к слову сказать. Но вот все поиски пока ни к чему не привели. Идея состоит в том, что, как мы говорили, в молодой вселенной должно было рождаться огромное количество очень легких черных дыр, которые к настоящему моменту успевают дойти до финальных моментов испарения. Поэтому мы можем видеть эти вспышки. Но вот пока ничего такого не обнаружено. Хотя сама идея первичных черных дыр, она очень интересна. И поэтому ей уделяется много внимания. Есть даже гипотеза, что темное вещество может быть связано с первичными черными дырами. По всей видимости, это не так. Но тем не менее, это дополнительно подпитывает все эти теоретические наблюдательные работы по изучению первичных черных дыр и по поиску финальных стадий излучения Хокинга. Есть довольно простые формулы, которые все это описывают. Вот, скажем, вот справа вверху, это формула для температуры черной дыры. Чем меньше масса черной дыры, тем выше температура. Видите, здесь минус первая степень. Соответственно, черные дыры звездных масс или сверхмассивные черные дыры, они очень холодные с этой точки зрения. И поэтому для них важны процессы поглощения вещества и излучения. Они, можно сказать, не испаряются. И только очень маленькие черные дыры испаряются. Вот справа внизу время полного испарения. Нашей Вселенной чуть больше 13 миллиардов лет. И к настоящему моменту испаряются черные дыры, которые в начале при рождении имели массу всего лишь 10 в 15 грамм. Это масса кометы большой или астероида. Сейчас не существует в природе механизмов, которые позволили бы сформировать черную дыру такой массы. Соответственно, поэтому мы надеемся на реликты из ранней Вселенной. Наблюдение финальных стадий испарения, наверное, было бы самым лучшим аргументом в пользу существования черных дыр. Объяснить вот эти вспышки хокинговского излучения было бы фантастически тяжело в альтернативных моделях. И если кому-то из астрономов-наблюдателей повезет обнаружить такое событие, то, соответственно, эти люди получат, я думаю, самое надежное доказательство существования черных дыр, пока вы не сможете подлететь к черной дыре и исследовать ее непосредственно. Хорошо. Соответственно, давайте подведем итог. То я уже довольно долго говорю, как мы можем открыть черную дыру. Основной путь сейчас это наблюдение аккреции в двойных системах или в центрах галактик. Одиночные черные дыры в звездных массах, кстати, теперь сверхмассивные, можно наблюдать с помощью гравитационного линзирования. Измерение массы и радиуса объектов в первых двойных системах, объектов звездных масс, тоже позволяет выделять черные дыры, отличать их от нейтронных звезд. Мы подобрались к тому, чтобы увидеть тень черной дыры. Но вот пока у нас есть одно изображение черной дыры в галактике М87. И это не совсем изображение тени черной дыры. Все-таки нам не хватает углового разрешения, чтобы действительно увидеть саму тень. Но здесь нет таких больших технологических загадок. В принципе, технические возможности позволяют сейчас разработать проект системой спутников, запустить три радиотелескопа, которые получат вам такую картинку. Просто проект будет очень дорогой, и он сможет пронаблюдать всего пару источников. Поэтому пока такие проекты проигрывают более перспективным исследованиям. Мы видим процесс образования черных дыр звездных масс, благодаря тому, что видим исчезновение массивных звезд без вспышки сверхновой. Наконец, у нас есть наблюдение гравитационных волн, которые в таком очень чистом виде позволяют исследовать черные дыры. И мы надеемся на то, что мы сможем обнаружить испарение черных дыр. И это будет наилучшим таким дистанционным, по всей видимости, доказательством существования черных дыр. Сравнимым, наверное, будет обнаружение сигналов от дрожания, гравитационно-волновых сигналов от дрожания свеже сформировавшейся черной дыры в результате слияния. Посмотрим, что произойдет раньше. Ну а самое, конечно, надежное, если вы хотите открыть черную дыру, это просто взять и туда упасть. Субтитры создавал DimaTorzok